Всем доброго, дамы и господа, с вами Гидон, и мы продолжаем проходить Беннишерс, призраки нового Эдема. Итак, друзья, остановились в форте Джерико, который, конечно же, пострадал, пострадал от болезни. У них здесь изоляция, уже многие умерли. И... Сейчас изучаем просто лагерь. Ничего более. Все друг на друга обозлены. Нам надо сейчас... Ну, давайте сразу вот. В главный, наверное... А, там закрыто. А как мы? А как мы туда попадем? Ладно, не знаю, давай дальше осматривать. А, ну вот, это же... Я не думал, что нам сюда, я думал, нам куда-то наверх или в главные эти двери. Нет, нет, конкретно вот сюда. Об архивах. Все записи, отчеты и другие бумаги, которые вывезли из Нью-Идена, запертое наверху вооружение. Для доступа к ним обратитесь ко мне. Пойдем найдем Пеннингтона. Он болеет. Капитан Пеннингтон. Капитан Пеннингтон. Времени нет. Назад пути нет. Надежды нет. Сюда пути нет. Времени совсем нет. Еще один кролик. Капитан Пеннингтон. Мистер Макрей, вы живы? Приди много работы. Работы? У вас была работа. Была задача. Подарить нам последний. Наполнить наши сердца радостью, прежде чем Яма поглотит нас всех. Вы все со своими секретами нам не больно-то помогли. Дело сделано. Надежды больше нет и времени мало. Осталась лишь Яма. О, блин, шахта. Охренеть. Понятно, мы пойдем вглубь. Добро пожаловать на последний рубеж, Макрей. Конец близок. Я бы не спешил сдаваться, капитан. Я нашел Хелен Пирс. Приз. Мы принесли припасы. И то, и другое бессмысленное усилие. Едва ли. Мы спасли человека, а с припасами вы сможете спасти и других. Ради чего? Чтобы выгадать пару дней, может, неделю. Вы никого не спасли. Вы лишь продлили этот ужас. Мертвые вернутся. Скоро мы почувствуем их костлявые пальцы у себя на горле. Конец неизбежен. Ну, понятно, что-то в нем вселилось. Кстати, он тоже с часами. Может быть, All Soul это он? А типа он в будущем? Потому что это вот ведьма. Она все время говорила про прошлое, про будущее. Все у нее там смешано. Только если вы не примете меры. Вы же офицер. Так командуйте. Неужели вы намерены сидеть сложа руки? Вы говорите в точности, как приз. Она изменилась. Возвращение Форд Джеррика сделало ее импульсивной, безрассудной. Вздорной. Но, считай, она так и не оправилась от потери мужа. Возвращение туда, где он погиб, похоже, разбередило ее рану, и та загноилась. Скоро она присоединится к своему лейтенанту. Когда наши укрепления, наконец, падут, яма поглотит нас всех. Бессмысленно с ним разговаривать, конечно. Честно говоря, ваш маневр с отступлением из Нью-Идена не особенно вам помог. Городу суждено было пасть от проклятия. Мы ни в чем не могли прийти к согласию. Оставалось только уйти. Мы не знали, что это бесполезно. Нью-Смит собрала смельчаков, а те, кто был напуган, потянулись к губернатору. Мы с самого начала ни в чем не могли прийти к согласию. Сестры Нью-Смит прячутся в лесу, но они собираются уйти в Бостон. Уйти-то они могут, но проклятие последует за ними. Проклятие будет преследовать, пока не загонят в угол. Я встречался с губернатором и его паствой. Они в Хэролс. Поля там в плачевном состоянии. Как и весь Нью-Иден. Здесь каждое дуновение ветра и каждый всплеск воды несут смерть. Капитан, как по-вашему обстоят дела? Ой, да ты-то не знаешь. Мало что изменилось. Рудники исторгают орду мертвецов. Мы их отстреливаем и получаем передышку. Скоро бойня начнется вновь. Время, оставшееся до нашей гибели, истекает. Сражаться с мертвыми все равно, что пытаться уничтожить океан. Вы должны хотя бы попытаться. Нам многого не хватает, но мы до сих пор живы. Как вам такое? Мы стоим до конца. Сопротивляемся, пока из ямы не пройдет возмездие. И не утащит нас всех в ад. Что ж этого стоит ждать? Я не вижу смысла в этой медленной агонии. Какая жалость. Ведь благодаря тому, что вы выиграли для нас время, агония продлится еще дольше. Разрешите идти, капитан? А если не разрешу? Вы что, пытаетесь меня завербовать, капитан? Думаете, я возьму королевский шиллинг? Предложили вам достаточно шиллинга, взяли бы, я уверен. Мне не нужны новые лейтенанты. Если хотите, можете остаться. Это ключ от неиспользуемой стражевой башни. Можете разместиться там, пока вы здесь. Помните его из самого начала? Мы с ним болтали. Такой бравый мужичок был. Прикольно, не было зеркал, они смотрелись в блюдо. Тут прям тлен. Тут че-то тлен. Вообще полнейший. Не, ну везде, конечно, тлен, но тут супер тлен. С одной стороны, капитан, потерявший волю в жизни, с другой, его мятежной соперницей, которая является призраком. Портий, который осаждают мстительные тени. Ха. За всем этим дерьмом скрывается... Что-то еще. Что-то гораздо мрачнее. Так, это у нас казармы, да? Опять Библия. Прям страна меха. Один мех собираю. Мой дорогой Коттон, знаю, прошло немало времени. Знаю, ты просил больше тебе не писать. Но в тот день ты разбил мне сердце своим решением порвать все связи. Письмо от сестры Коттона Пибоди. Я попробую в последний раз. Вести о твоем здоровье расстроили меня. Я надеюсь, что ты скоро поправишься. У нас с Эролом родилась девочка. Знаю, ты никогда не принимал мою любовь к нему, но мы поженились и счастливы. Мы назвали дочку Мэри в честь нашей любимой бабушки. Мы живем в небольшом красивом доме. У нас есть коровы и семь куриц. А Эрол работает кузнецом. Жизнь нелегкая, но у нас есть еда на столе. А в очаге горит огонь. Я чувствую себя счастливой, любимой. Я хотела бы, чтобы ты тоже познал это чувство. И хотела бы. Я попытаюсь отправить тебе немного денег. Деньги здесь не помогут, сестрица. Стихи рядового. Боленья солдата. Тень пенс заводит. Тени песни заводят. Небо раскололось. Дни теперь как ночи. Духи на пороге. И слышу, как скребутся у ворот моих. Некуда бежать. Мне спасения нет от них. Тени, мои друзья. Слышу, по имени кличут меня. Я лишь оболочка. Нет души во мне. Призрак, что по дому бродит в тишине. На встречу смерти иду. Последний вздох и спущу. Матерь говорила. Смерть наш горизонт. Былого страха нет. Готов встретить последний рассвет. Какие-то странные стихи непонятные. Моя дорогая Этиль. Некоторые мои товарищи заболели. Я ничего не могу для них сделать. Я ведь такой брезгливый. Матерь всю ночь помогал сестре милосердия, таская ведра с рвотой. Он хороший человек, хоть и молчаливый. Мне холодно, я устал и хочу есть. А ведь еще и сражаться предстоит. Согласно воле погибшего рядового Форобера и его имущество, включая ружье, будет передано Тедди по прозвищу Тень. В качестве вознаграждения за заслуги в битве при Бладибрук. Пусть Тень с честью носит это прекрасное оружие. Прекрасное оружие это мне интересно. Это я бы прихватил. Ключик от сундука с военными припасами. Это я помню где. Надо будет забрать потом. Это может быть лучше. А, ну ладно. Молодцы, разрабы. Предвидели. Мои жалобы. Так, что выбираем? У меня удалили и мощная атака. Что за удар прикладом? Пойду в настройки, наверное, сейчас искать. Вот что лучше все-таки? Может быть благословленное одеяние взять? Увеличивает за каждую манифестацию, которая восстанавливается. Что я потеряю? Потеряю быстрое восстановление очков изгнания. Изгнание вообще крутая вещь. Я всегда сливаю на самых сложных врагов. А тут быстрое изгнание. Я, пожалуй, оставлю все-таки эту броню. Очень она мне нравится. Так. Ага. Ладно. Пришлака гнезда нужно. Так. Ух, я что-то так и не улучшал вообще. Какие вообще мне надавали-то? С полным... Блин, вот почему не раненым? Было бы круто. Это лечение. Больше от усиленной мощной атаки. Это одно и то же? Лечит урон от четвертой легкой и мощной. Тоже от четвертой легкой и мощной. В половину. В половину. То же самое. Тоже мудрость-живучесть. Тоже мудрость-живучесть. Называется только по-разному. Идентичные вообще предметы. Как это? Как это? Ну, лечение хорошая штука, конечно. Может, потом найду что-нибудь получше. Ладно. Что я еще хотел? Точно прокачать. Вот этот. Да, вот этот амулет я хотел прокачать. Нужны элитные самоцветы. Дальше. Так. Тут... Чем больше заполнен шкала дух, тем больше урона наносит Антея. А тут наоборот. Больше урона наносит Ред. Ну, это как-то получше будет. И тут элитный самоцвет опять нужен. Так. Но ружье уже не хватает. А вот что с брошью будем делать? Все-таки, наверное... Нет. Так. Прокачаю я оружие. Опять элитные самоцветы нужны. Ну, как-то так. Че тут горит у меня? Брошь могу качнуть. Брошь пока эту не хочу качать. Вроде как хорошая. Но мне невыгодно быстрой манифестации делать. Они сливают Антею. И я не могу за нее сражаться. А Ред, к сожалению, как-то не так силен. Ты кто? Добрый день, сэр. Натаниэль Саттер к вашим услугам. Чем могу помочь? Еще посмотрим, мистер Саттер. Я Ред Макрэй, кстати сказать. Изгнатель. Смотрю, вы человек разговорчивый. Смотрите, здесь новое лицо, большая редкость. Простите, но я не упущу возможность пообщаться с кем-то новым. Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь, чем дорожите? Я родом из Бостона, обожаю этот город. Жизнь там бьет ключом. Дарит дух веселья. И тебя никто не знает. Скучаю по той жизни. Музыка, яркие краски и великолепие. Танец торговли. Незабудки цветочников. Эх, незабудки. Как же мне хочется вернуться домой. Почему же тогда вы здесь? Я помощник в лавке. Когда она переезжает, я еду следом за ней. В 78-м старик Ингерсел открыл лавку в Бостоне. Затем женился на Батшебе. Я отправился с ними в Нью-Иден и собирался вскоре вернуться домой. Но после смерти мистера Ингерсела мне пришлось задержаться подольше. Они с женой приютили меня, когда я был еще мальчишкой. У меня не было родных. Только мой близкий друг Томас. Мне нужно идти. Благодарю за беседу. Берегите себя и не стоит благодарности. Найс, шляпа. Кто это? Там Батшеба. Приветствую. Добро пожаловать в лавку Ингерсел. Я хозяйка Батшеба Ингерсел. Чем могу помочь? Не желаете купить гребень? Гребень. Очень смешно. Меня зовут Рэд Макрэйр от знакомства. Я встречал вашу спутницу, мисс Дуарта в Нью-Идене. Имите мои соболезнования. Мне она показалась яркой и решительной женщиной. А мне показалось, она хотела как можно скорее покинуть город. Расскажите про свою лавку. И про себя. У нас была прекрасная лавка в Бостоне, но она сгорела при пожаре на Северной площади в 91-м году. Мы переехали в Нью-Иден вместе с Аннатей Нелем. Но прежде чем Натти смог вернуться домой, мой муж умер. Затем пришло проклятие. И вот мы здесь. Добро пожаловать в лавку Ингерсел в Форт Джеррика. Вам никогда не хотелось заняться чем-нибудь еще? Мой муж был состоятельным и успешным человеком. Я была молодая и умна. Мы были прекрасной парой. Он научил меня всему, что я знаю. Лавка — мое дело, мое наследие, моя история. Вся моя жизнь. Мне не просто нравится моя лавка. Я ее обожаю. Поторгуем. 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 Этот кулачный. Я уже прокачал броню, да? Блин. Чем менее заполнена шкала духа, тем больше урона наносит РНТ. Я вот это возьму ей. По любасу. Продать я могу только ресурсы. Кстати, я не могу продать предметы. Я должен взять мою лавку. Благодарю, что заглянули. Заходите еще. Так, я сейчас попробую все-таки сделать этот сет. Я не знаю, как будет там накапливаться у меня изгнание. Но. По-моему, должно быть круто. Сейчас попробуем. Вот она. Значит, теперь у нас будут очень долго восстанавливаться манифестации. Дамажить лучше. И. Зря я его прокачал. Ну, зря. Откровенно зря. Урон от атак ближнего боя. Ух ты, нифига. Он типа сюжетный. От атак ближнего боя от удара кулаком увеличивается. За каждую манифестацию, которую восстанавливаю. Сливаю все манифестации. С увеличенным уроном. И. Начинаю дамажить. Три манифестации на откате. Плюс 30 процентов урона. Класс. Класс. Какого черта я прокачал другую? Может перезагрузиться? Что там нужно? Шла гнезда. Ну да, я потратился. Ай, ладно. Парабан. Не хочу перезагружаться. Парабан. Две акреции бича. Одной влажноголовки не хватает. Твою нали. Лечилку тоже можно было бы на что-то сменить. Парабан. 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 Третьим ударом кулаком восстанавливают очки духа. Кстати, тоже штука хорошая. О, ред и антенна наносят больше урона, если все манифестации восстанавливаются. Вот что мне нужно. А, все. Все, понимаете? Все манифестации. Прям все. То есть надо прям все сливать. Ну, с другой стороны, почему нет? Или же восстановление очков духа. Тоже классная штука. Ну, ладно. Сейчас пока ресурсов на все это нет. Я такой какой-то весь беленький стал. Светящийся. Ну, вообще, в пятнышку. Немножко странно выгляжу. Тот был достаточно брутальный. Не, ну. Ну, в пятнышку. Ладно. Мне казалось, он будет красивее. Короче, будем... Будем сливать манифестации. Будем манифестировать как никогда. Рад видеть вас живым, сэр. Ну, давайте побыстрее. Я на посту. Как люди? Готовы сражаться? Почти все они фермеры, лавочники, слуги, охотники. У нас есть один старый солдат, но он болен. Те, кто еще стоит на ногах, мертвецкие устали. Вот вам и готовы. Но мы сдерживаем полчища мертвецов. По крайней мере. Пока. Равно в этот бой не назвать, да? Это скверно. Но мы всеми силами стараемся все исправить. Вот вам и райский Нью-Иден, а? Какую гнилую яму мы его превратили. А теперь выходит, перестанем копать, сдохнем. Попробуй. Как-то я не знаю. Странно выгляжу в этих белых одеждах. Ну, попробую. Не знаю. Если изгнание будет супердолго восстанавливаться, тогда придется менять. Здесь недавно? Откуда вы? Меня зовут Рэд Макрэй. Я изгнатель. Прибыл из-за океана. Моряка вы не похожи, так что на суше вам явно приятней. Я зовут Джон Рамбал. Вы женаты, Джон? Да, она и Обигейл. Мне с ней повезло. А как насчет вас, мистер Макрэй? Брак был не для нас. Но, пожалуй, можно сказать, что у меня была жена. Нет, нельзя. Почему? А, потому что они, типа, официально не женаты. Брак в союз заключенный между... людьми? А они склонны ошибаться. Неужели я чувствую нотку сожаления? Сожаления? Я ни о чем не жалею. Моя жена достойная женщина. Я такой не заслужил. Я не скажу о ней ни единого дурного слова. Ни единого, сэр. Вот и правильно. Молюсь, чтобы вы здравствовали, Джон. Кто делает добро, тот от Бога. Ты еще кто? Доброго дня, мисс... Мисс? Я охотница Флора Эббот. И я никогда не промахиваюсь. А вы? Редко, но... Бывает, промахиваюсь. Ред Макрей, изгнатель. Я слышала про вас, когда вы только прибыли сюда. А ваша подруга не с вами? Она погибла. Но за уши она со мной. Мне жаль. Не знаю, что еще сказать. Если вам что-нибудь нужно... Впрочем, я вряд ли вам чем-то могу помочь. Тут прикол был в том, что он говорит, Мисс, а... Созвучено... Это... Как промах. То есть... Мисс, мисс. Звучит одинаково. Пишется по-разному. Хотя, стоп. Может, и пишется по-разному. Ай, я не знаю. Не помню. Но прикол был в этом. Значит, вы одна из охотников форта? Вы в ополчении? Служу по-своему. До проклятия я торговала с жителями Нью-Идена. Обменивала мясо и мех на то, что было нужно мне. Как вы оказались в Нью-Идене? Осмелюсь сказать, вы отличаетесь от большинства местных жителей. Однако, я родом из Новой Англии. Родилась на ферме недалеко от Бостона. Но всегда предпочитала глушь. Потому и пришла в Нью-Иден. Со временем я его полюбила. Несмотря на проклятие, я все еще здесь, не так ли? Да, это так. Пока что я вас оставлю, Флора. Я вас не задерживаю. Так, кто у нас здесь шлялся-то? В шляпе такой. Где это мистер Шляпа? Вот этот. Это ты? А, это ты. Я тебя знаю. Так. Вот, она у нас здесь. Мы с ней не болтали. А, с ней нельзя. Странно, кстати, почему? А это что у нас за домик? Ни письмо не прочитать. Ничего. Ну и получается, что все. Вроде еще какая-то тетка была. А, вот она. Простите моего мужа. Он и правда столь неприятен, как кажется. Кто вы такой? А, вот это же его жена. Ред Макрей, мэм. Я изгнатель. Вот как приятно познакомиться, господин изгнатель. Я Эбигейл Рамбал. Благодаря вам мы с мужем скоро сможем вернуться в горы. Все. Горы. Вы с мужем предпочитаете жить в одиночестве за стенами форта? У меня есть крыша над головой. Я не голодаю и следую своим убеждениям. Тут вечная зима. Как это ты не голодаешь? Мы страдали много лет. Сейчас-то благодать. Вам не кажется, что жить вдвоем без соседей опасно? Спасибо за беспокойство, но мы живем так, как хотим, и довольны этим. Ваш муж не станет возражать против нашей беседы? Нет, с чего бы. Мы верные друг другу, порядочные люди. Уверен, вы такой же. Она сомневается в твоих намерениях. Вам не о чем беспокоиться, мэм. Я помолвен. Хорошо. Значит, мы понимаем друг друга. Книга. Мы с мужем близки. Очень близки. В таком случае, позвольте выразить свое восхищение. Подобная близость требует невероятного терпения и труда. Ты просто не понимаешь, как тебе повезло. Не буду вас отвлекать. Давайте знать, если вам что-то понадобится. Ну, вроде как все. Мы со всеми познакомились. О, я мех тут нашел. Чудно, чудно, чудно. Так. Значит, это увеличивает из-за манифестации. Это делает манифестации откат долгим. Это стакает урон кулаком. Это раненым врагам наносят больше. Это ты сливаешь антею и получаешь урон реду. Реда. Это больше. А что там еще есть? Сброс эффекта после промаха. Ясно. Ничего интересного. Это лечение тоже могло быть что-то более полезное. В общем, вот эту лечилку можно было бы сменить на, допустим... Либо вот это, чтобы больше духа было. Тогда я не смогу слить антею, чтобы усилить реда. Хотя я ее с манифестацией могу. Либо вот это. Все манифестации восстанавливаются. Больше урона. Даже не знаю, что лучше. И по кольцам. Можно ли что-то лучше сделать? Скорочает время манифестации. Такое нам не надо. Это альтернатива вот этому вот. Тем более за полную шкалу духа, тем больше урона наносит антея. А тут чем менее за полную шкалу духа, тем больше урона наносит ред. Ясно. Ну ладно, давай пока так. Будем стараться сливать манифестации. И что, куда мне? Вы хотите, чтобы я куда-то телепортировался? А куда вы хотите, чтобы я? Отдохните в уб... А, понял. Диалог нам нужен. Диалог. Ясно. Давай диалог. Изгнатели, могу я с вами поговорить? Хелен, что случилось? Простите, что потревожило. Боюсь, дело не терпит отлагательств. Что вы думаете о капитане? Я увидел одинокого офицера. Гордого человека с окаменевшим сердцем. Быть может, из-за долгих лет войны. Сломленного человека. Я не заметила в нем тирана, о котором вы говорили. Издействие тоже тирания. Он ничего не делает сам, но продолжает стоять на пути у других. В этом я с вами спорить не стану. Капитану нужна помощь. Я тоже некогда был солдатом, которого сломила жизнь и мучили кошмары. Благодаря Антее я пришел в себя. Возможно, Пеннингтону тоже нужна помощь. Пеннингтоном займусь я. А помощь нужна добрым людям этого форта. Вы изгнатели, и если вы не заметили, мертвые уже колотятся к нам в ворота. Я хочу попросить вас спуститься в рудник и узнать то, что их так разъярило. Сделать то, чем капитан заниматься не хочет. А чем вы будете заниматься, пока мы даем отпор полчищам яростных теней? Когда вы очистите от них рудники, я смещу Пеннингтона. А если мы против? Вы, Себастьян, как вы? Не знаю. Мое горе было всегда со мной и боль утраты. Я цеплялась за отсутствие Себастьяна. Желаем, но все без толку. Мой муж погиб во тьме, и в последнее мгновение у него был лишь мой платок. Но теперь Себастьян вернулся. Если всем важным в жизни нужно дорожить, а утратив горевать о нем, что мне делать теперь? Остается лишь надеяться на нашу любовь. Любить тяжелый труд. Мы обречены оплакивать все возможные версии самих себя и других. Я пытаюсь обнять его, но не могу. От этого нет покоя. Кажется, будто было бы легче, когда он был мертв. Все мимолетно. Взгляните на призрака своего любимого, и эту истину станет... Никто отрицать, какой горькой бы она ни была. Да, это было славление и проклятие. И все же, вопреки голосу разума, мы боремся. Так давайте же не станем третить отпущенное нам время. Но мытье корень всех здешних бед, так называемый карантин Пеннингтона? Из-за него мертвец и в такой ярости? А из-за чего же еще? Он завалил выходы, заперев там рабочих, врачей и солдат, больных и здоровых, похоронил заживо, а после солгал об этом. Я больше не собираюсь терпеть его жестокость и трусость. Куда нам идти? Вглубь ринников ведет еще один туннель. Вот перекрыли, когда заперли внутри, якобы на карантин. Да просто туда будет нелегко, но баррикада на входе не слишком прочная. А вот что за ней? Кто знает. Опять лезть под землю. Отлично. Если вас это утешит, я тоже многим рискую. Капитан склонен бросать людей за решетку и оставлять их там навсегда. Несколько лет назад, не видя ни капитан отправил за решетку невинную женщину. Я хочу избежать той же участи. Опять вы про эту Дебору? Господи, короче, все, я понял. Главный тут поворот с этой Деборой. Этот призрак скукоженный, это и есть Дебора. Потому что мы в какой регион не приходим, везде эта тема с Деборой. Везде просто. Невинно осуждены. Короче, они все приняли участие, да? Видите? Они все приняли участие в том, чтобы ее невинно осудить. Там судья, значит, вынес приговор. Этот отправился в решетку. Та ее предала. Как бы вот. Все крутится вокруг этого. Значит, это она и есть. Ну и все. Ну, посмотрим, чем закончится. Еще не скоро. Пеннингтон-тюремщик. Речь о Деборе? Что он с ней сделал? В то время у меня не было в Нью-Идене. Пошел слух, что она ведьма. Видимо, капитан узнал об этом. Суд с ним согласился. Кто знает, что тогда вело капитана? Он человек скрытный и всегда таким был. Нам пора. Значит, мы договорились? Когда будете готовы осмотреть рудники, поспользуйтесь подъемником, чтобы попасть к водопаду у заставы, где мы с вами встретились. Оттуда можно быстро добраться до туннеля. Будьте насторожим, вам понадобится вся ваша удача. Пеннингтон. Пеннингтон. Ты мой пен. Ты мой тон. Пеннингтон. Пеннингтон. Так. Что, пошли на подъемник. Пламя во тьме. Отправленная в тюрьму невинная женщина. Странно. Капитан не похож на самодура. Хелен права. Истина лежит где-то посередине. Заливая здесь тоже замешана Дебора. Ух, уж эта Дебора, блин, покоя от нее никакой. Что, зимолюбка рестнулась, да? Ну, я не вижу тут, кроме этой. Готов прокатиться еще раз. Он как будто в халате. Вообще так и есть. Если забыть об обстоятельствах, это весьма романтично. Полчища теней тебе не по нраву, значит? С тобой даже они меня не пугают. Хе-хе. Ух. Знаешь, ты ветер мне не по душе. Потому что не так романтично, как ты думал, а? Возможно, сейчас самое время сделать тебе предложение. Только попробую, и я перережу веревку. А че обычно? Она против. Прямо, она прям против. Он романтичный, а она вообще нет. Ломаем стереотипы. Ну, блин. Погнали. Блин, тут урон вообще дичайший. Все, сбили мне, сбили мне, блин, урон. Все? Ну, ладно. Так, а вы мне что предлагаете, вот туда идти? Или мне туда не надо? Сейчас карту гляну. Ой, как раз туда. Хорошо, что я туда не поперся просто так. Сейчас бы пришлось снова. Какой прекрасный вид. Вот что открывается мне каждое утро, куда красивее. Пытаетесь заворожить меня, леди. Предупреждаю, это точно сработает. Здесь складов нет, случайно? О, здесь душа, значит, где-то ловушка должна быть. Элитник. Элитник. Ну, давай. Видишь, тело стоит провести ритуал. Просто призыв же. Ну, давай. Черт его взрывы. Где? Кто? Опять эти взрывы. Что это происходит? Откуда? А, души взрываются. Ещё. 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 Блин. Готов. Какой там спектр? Ай, тупые взрывы меня убили. Главное, я-то его грохнул. Уже он пошёл куда-то вселяться. Меня убили тупые взрывы. Ну, какого хрена? Ну, какого хрена, блин? Я просто пытаюсь новую тему со сливанием этих манифестаций. Но всё равно что-то они быстро восстанавливаются. Ай, тупые взрывы. Уходи, уходи. Уходи. Я ещё здесь. О, и следующего убил. а тот следующего взрыв взрыв тут надо прям постоянно перри чук 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 туда сюда туда сюда все быстро эти тоже откатываются быстро ну вообще конечно это сильно ускоряет весь геймплей и это круто ты больше дамажишь больше скилухи используешь это круто есть эти шмотки тебя прям сподвигают на это а до этого у меня в основной в основном как бы на кулаки было нас так они тоже хорошо конечно не слышит где-то ловушка должна я слышу где-то где-то тут ловушка ну тут еще вниз можно слезть давай я думаю ты как раз к ловушке или наоборот все равно всем невозможно пользоваться ты либо ружьем пользуешься либо в рукопашную либо вот на этими то есть только если кто-то мешает те издалека тогда да есть смысл ружье доставать здесь прыжок есть блин а чё сверху то было чё-то дополнительное а мне здесь там сверху чё-то дополнительное было да а это путь как раз дальше а я поспешил чё вернуться и там нифига нету смотрю по карте ну вот проход дальше в шахту плюс там корни лин я заинтригован есть что там хорошие или нет блин как меня бомбами конечно убило это прикол а и тут есть прыжок и тут есть корни тут есть и тут интересно ладно или это проход в шахт не уж точно не брати надеюсь на есть другой путь да 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 можно я открою уже был сразу сюда сразу что ума на давай все равно вот эта тема с тем что все манифестации должны восстанавливаться чтобы урон был увеличен это плохая тема я уже это понял тебя не получится их постоянно сливать ну то есть это будет очень кратковременно прям супер кратковременно поэтому наверно лучше восстановление очков духа да лучше лечилку взять на восстановление очков дух хотя конечно крутая тема была вот у этого костюма с восстановлением изгнания не изгнания дам прям очень быстро набирал сейчас очень долго но вы не типанье с а я думал зачем 2 я даже не знаю так ли это эффективно пусть изгнания будет может быть почаще я бью по гнелое сердце винят и стреляя по корням так и где мне же надо понять куда стрелять один он там а где же еще один вон то где спрятался он там давай тогда отсюда что ли нет нет а вот эффективе там еще один корень дед поздно мне дали очень много времени потому что это сюжетные корни красиво изгнатели вижу вы сумели сюда добраться себастьян что вы здесь делаете эти дороги в этих темных туннелях непросто но я постараюсь провести вас как гайдзю с бассейнами а ммм ладно спасибо когда ищешь источник ярости питающий орды мертвецов приятно если рядом есть друг как по мне гнев оправдан здесь произошла страшная трагедия пеннингтон совершил великий но ужасный поступок верно вы в ярости от того что погибли я солдат мне за это платили смерть входит в эту сделку один погибает чтобы жили другие я служил больным и умирающим когда настал мой черед я был готов но то что теперь творится в форте жертвы не назовешь один погибает и все остальные гибнут следом расскажите нам о хелен даже не знаю что еще вам поведать моя жена сильная женщина она ничего не скрывает я каждый день благодарю небо что она со мной жена и лучший друг я не ждал что встречу такую женщину когда она появилась в моей жизни я осознал себя окончательно и мне захотелось стать лучше о прекрасно вас понимаю она подарила мне платок я умер сжимая в руке его символ нашей любви я не переставал думать о ней и продолжаю до сих пор важнее нее для меня нет ничего и никогда не будет да ты же умер как бы что ждет нас там внизу ярость обреченных они верили ему но он предал их бросил здесь сомневаюсь что их гнев можно остудить пойдем дальше не отходите далеко скажите как будете готовы усердно готов я тут блин с двумя призраками не знаю до сих пор не допустим как бы не допустим вы не допустим из-за этого тут все так плохо блин туалет загрузка долго это там я вижу что-то приближается сквозь доски пола вот тут уже свет поменялся приехал да прекрасно думаю можно спуститься здесь все в порядке давайте поскорее покончим с этим он нас сюда заводит скорее всего как-то слишком все хорошо уже даже у него проблемы узнает о том как-то бац и появился вдруг почему когда все это было когда он из-за болезни отправил я немного по временным вот точкам не понимаю это было до того как тут началась вся эта чума или нет бедствия интон приказал быстро возводить баррикады я едва успел попрощаться с хелена верно тяжело было к солдат часто требует жертв не виденская проклятие утрата ощущения времени Боюсь перечитывать уже исписанные страницы, поставясь обнаружить, что месяцами писала бессвязный лепет. В районе уверена, что отметила предыдущий день, как будто с тех пор, как я поставила галочку, прошло слишком много времени. Слишком часто оказывалась на берегу на утесе или у мельнице, не помню, как туда попало. Когда спрашиваю, какой сегодня день, никто не может ответить. Прократия продолжает коварно отравлять умы. Думаю, это моя последняя попытка вспомнить, что с нами случилось. Работа единственное, что имеет значение, единственное, что позволяет мне пережить день. Я не должна забывать о своей работе. Завтра я выброшу эти страницы, как давным-давно обещала. Нужно не забыть подняться на холм, где ветер сильнее всего. И красиво броситься в море, чтобы волосы развивались. Оу, оу, оу. что погубило вас отчаяние вне всякого сомнения именно он выбрал отчаяния ясно почему какую сторону сюда значит мы идем сюда зато видите геймплей разнообразился теперь они просто дубасе кулаками я сливаю манифестации все это выглядит намного эпичней удобно я все равно оказался там где мне и нужно быть ну или уходит на удивление глубоко то время предприятие было внушительным видите тот подъемник он спускался до самого дна там есть но то вообще ты как-то не уверен костер у меня что-то отмечен вагонетка за вагонеткой поднимались на поверхность полные рудой а тут еще ведро будет калитовое ведро а что вон там снова перекрытые туннели и смерть в темноте ну за это не пойдем здесь слышны голоса призраков так а вот это наверно откроется по скрипту я говорил грэю что в туннеле хатски жарко но уилсон твердит что с этим ничего не поделаешь а пик говорит печь если хочешь и дальше получать свои гроши мерзкий кашель ты как не хотел бы трудиться здесь когда работали эти печи для труду людей здесь не видом должен был разбогатеть ужасные условия просто матрика там можно будет ее потом крутить и в другое место направить рабочие бросили свое дело когда началась эпидемия они трудились пока не кончились силы стоп а зачем ни одной духа ловки очень странно точно таких больших пространствах они точно есть так здесь что у нас рудокоп ведро рудокопа у нас здесь будет как этот вот беру страшись господа смог забраться вообще во всю жопу этого мира даже и здесь где-то что-то приныкал свое ведро по всему блин миру горшки свои расставил пишу тебе потому что твоя мама передала мне что мое предыдущее письмо тебя опечалило у нас все хорошо на заперли для нашей же сохранности чтобы зараза не распространялась за нами ухаживают врачи и солдаты ополчения приносят нам еду воду и другие припасы скоро все это закончится я вернусь домой будем рыбачить на реке играть с дадли дурслим я научу тебя стрелять пусть это будет нашей маленькой тайной помогай матери дома и на рынке присматривая присматривая за братом и не забывай молиться и не унывай скоро увидимся ну любящий отец вперед как тот раз когда-то упал за да ты одно и то же блин уже говорил уже это невозможно а ну да он говорит ты мне все время будешь это припоминать проклятие проклятие так надо еще одного фиолетового рудокопа найти один здесь один был где он был где он был он был он там значит еще один у нас еще один у нас один он там был еще где-то ну тут пока все заблокировано оно должно разблокироваться мы вагонетку еще должны будем туда загнать видимо так время крутануть а нельзя крутануть а вот здесь надо крутануть а ну да блин не двигается проклятие снизу явно ощущается призрачное присутствие многие из нас умерли там что за чертовщина идёт 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 что кто-то новый пойди изгнание блин смысл изгнули в бюсту он это скотт погнали а да и читская мать а а а а я не могу а теперь думаю лучше поскорее пробраться через заграждение прошу идите за мной всегда чит какие-то мутные истории всегда мутные истории поэтому я вам блин всем не доверяю призрак вас время какие-то подоплеки все напрямую не говорите нас тут какой-то грёбаный лабиринт вообще его проходите проходить друзья давайте с вами встретимся уже в следующей серии нас больше часа этой серии и я не нашел вторую третью фигурку для ведра а хотел бы найти потому что обычно они всегда недалеко от ведра находятся чему не нашел не знаю где она может быть сныка но возможно вот здесь но я не вижу чтобы там там вообще-то надо отстрелить и тогда и тогда это все откроется но это делается с обратной стороны так что у хрена узнает как туда попасть может быть нужно через вот этот проход пройти и туда попадем что друзья на этом у меня все подписывайтесь ставьте лайки все ссылки под видео с вами был гидон всем мир и до следующей миссии все ссылки под видео